Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас возле прохода к морю ЖК «Кавказ». Сзади меня вы видите, что уже появляется здесь на территории базы отдыха «Волна» бывшее огромное количество торговых площадей. В общем, шалманы растут. Это печально. Смотрим. 33,8 температура в тени. И мы с вами пойдем сейчас, наверное, на один из лучших раньше, которым я считал пляжем, «Кавказ». Посмотрим, как сейчас там выглядит место. Почему один из лучших? Ну, я все-таки считаю, что это очень хорошее место, но здесь стало очень много отдыхающих. Вот тоже смотрят дискотеки, вечеринки, аптека появилась. То есть монетизация места, куда приезжает огромное количество людей, идет большими темпами. И вот именно из-за того, что количество людей здесь стало очень большим, это место немножко теряет свою привлекательность. Можете посмотреть «Самый лучший пляж в Кавказ». Одно из первых видео, которое у меня на канале набирало там больше 100 тысяч просмотров. Колько там было людей в начале сезона, как это все выглядело. Для частного проживания здесь есть апарт «Кавказ», есть ЖК «Кавказ». Если вдруг вам надо размещение, пишите мне в WhatsApp, я вам дам номер своего друга Джаника. Есть варианты квартиры, очень большое количество. А также понастроено огромное количество разных детсовых домов, отелей. Допустим, Сибирис Резорт, Хуторок. Ну, в общем, их там очень много с той стороны. С левой стороны у нас находится Кубанская Нила. Здесь бывший детский лагерь «Черноморец», который после присоединения Крыма стал потихоньку затухать. И сейчас все дети перенаправлены к другим местам. Румная территория пустует, ее пытаются зачекрыжить. Но будем надеяться, что все-таки останется как детский лагерь. Потому что вот тот же самый наш мэр города Швец, Василий Александрович, предлагал за рубль там передавать кому-то такие места. Я так слушаю, что это прям страшно становится. С левой стороны тоже был детский лагерь «Волна». Его выкупили уже. И вот, как я в начале видео сказал, режут территорию, превращая в коммерцию. Ну, пытаются как-то зарабатывать на том, что купили. Здесь такая очень красивая группа с фонтаном. Кафе «Лаванда» находится. Если вдруг поесть столовую, с левой стороны находится Хуторок. Приехать сюда можно на 128-й, либо 114-й маршрутке с Анапы. Здесь видите, вправо у нас «Витязево». Видите, у нас нарушая стоит огромное количество машин на парковке. Хотя ближайшие места показывают, где парковка у нас стоит нормально. А влево вот остановочка, и туда поехать в сторону Анапы можно. Здесь у нас сделали вот такую самую красивую арку в памяти мэри Юрия Полякова. Делывали ее краски строителей Кавказа. И весь этот проход к морю оформляли, по-моему, тоже из их средств. То есть Меркурию спасибо большое за это. Единственное, что мне не нравится, вот во всем, так сказать, оформлении здесь освещение появилось. Там тротуарчик, это то есть все красиво, классно, но мне нравятся вот эти заборы по бокам. С левой стороны у нас остановка, и там на остановке есть туалет. А в море тут находится как бы близко, поэтому переживать по поводу, что мы идти далеко, не стоит совершенно. Это один из красивейших проходов в плане озеленения остался здесь. Такой сервис, видите, мусорки по всему проходу есть. То есть мусор вообще не валяется, люди довольны, лица не идут. Шикарно получается. Машина, если перекрыт, я так понимаю, только для подвоза, отвоза сюда заезжают транспортные средства. И то я вот сколько в этом году бываю здесь, ни разу не видел ни одной машины. Значит, они приезжают какое-то время, когда людей здесь немного. Температуры жуткие. 39,2, друзья, я здесь иду, все плавится. На самом деле прям очень жарко, я чувствую, как макрею. Фух, хватило бы сил дойти. Люди тоже идут все с открытыми ртами с моря. Не было у нас особо таких температур в прогнозах. Я, честно говоря, говорю, что особо воды не взял. Здесь, смотрите, был обещан бесплатный дождь 100 лет. Здесь, можете увидеть, что 20, дождь 35, на гаммойках по 20. Ну, по крайней мере, работает на море это хорошо. Тополя, здесь с левой стороны фруктовые деревья. Можно будет яблочков пособирать. Тоже классно. Отсюда начинается вот знак, стоит пешеходная зона. Я очень рад, что с правой стороны здесь ничего не построили. Но место под будущие строения подготовили. Опять-таки на территории дюн, на манипуниципальной территории. Нас администрация будет говорить опять, ничего не видели, ничего не слышали. Кто-то дюн убрал, потом что-то построилось. Никто, как всегда, не виноват. Даже фонарь и есть для того, чтобы ночью наблюдать за тем, что здесь происходит. Ну, там, конечно, территория огромная. Черноморца заброшенная. Как обидно, что наши дети не могут выехать оздоровиться. И есть такие территории заброшенных детских пансионатов. Мне кажется, за это надо сажать тех людей, которые допускают такие вообще вещи. Здесь, кстати, тоже стояли палатки. В этом году зону подготовили, но не захламили. Это очень хорошо, что все-таки хоть один пляж, выход, точнее, к морю, у нас свободен от всяких строений. Вот если бы вы шли на море, вам туда прямо, а мне вот сюда наверх. Потому что надо квадрик чуть-чуть запустить, полетать, посмотреть по сторонам. Что тут интересного. На Кавказе одни из самых высоких дюн вообще на Пеневском проспекте. Дело в том, что они формировались вокруг тополей. То есть в советское время для укрепления дюн и защиты от эрозии пляжей, то есть раздувания, высаживали деревья здесь. Сначала все разровняли, получили потопы, потом вот начали сажать деревья. И вот вокруг тополя, видите, образовался такой высокий дюнный комплекс. Также влог серебристый есть, ну и другие. Вид, конечно, на пляж отсюда классный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Как тебя зовут? Меня Мартин. А тебя? Меня Максим. Откуда ты, Максим? Я с Москвы. А ты? Я из России. Из России? Ну, из Самары. Из Самары. Все приезжайте к нам, у нас тут классно, вообще кайф полный. Вот так увидели дрон, ребятки, прибежали к нам на дюны и поздороваться. Привет, привет. Ребят, я чуть ни хрена не понял. Короче, смотрите, здесь перед нами висит красный флаг. Я летал только что, ну, тут тоже красный. И там вот дальше желтые флаги висят везде. То есть здесь вот получается красный-красный, тут дальше слева желтый, там желтый. Короче, я в этом году вот ничего не понимаю, почему вот так происходит. То есть, потому что раньше, если вывешивают красный флаг, то он везде для всех. Сейчас же каждый, наверное, принимает решение, хочет отвечать за своих отдыхающих или нет. Тут дальше вот, насколько вижу, вообще все желтые флаги. Только здесь на выходе красный. Так можно купаться или нет? Это первое. Ребята говорят, что вода холодная. И поэтому на пляжах никого. Пляжи действительно пусты. Даже, чем честно, Россия долетела, там пусто. Где люди? Что за фигня происходит? Сегодня я прям почувствовал, что меньше машин стало. Возможно, разъезд какой-то. Ну, будем поглядеть и не держать оскорбше. Пойдемте посмотрим, что там с морем. Туда, вот, очиняйте, количество денег, которым надо будет заплатить за тату. Здесь продают, ребятки, дорогие, всякие разные курортные ассортименты товара. Вяжут косички. Это пляж Меркурий-2. Называется туда. Дальше Сибирь, средуок Кубанская Нива. Сейчас не знаю, он не он, но вроде бы оно там стоит, выставка. Так, здесь детская площадка. Левушка называется, куда можно прийти с детками. То есть, в общем, пляж работает в полных программах. Вот он, пожалуйста, квадроцикл. Типа у нас администрация не замечает, что у них у нас тут везде стоят. С левой стороны бар есть, есть батуты. Здесь вот сладковато мороженое. И еще, что хотите, ребятки. Гонконгские вафли. Девчонки готовят и коктейли тоже. Отлично. Ну и мы дошли до места, где есть лежаки. Здесь стоим лежака 300 рублей на день. Пришли, взяли и отдыхайте. Ну, я летал здесь на кладке, когда еще лежаки не стояли. Ну, теперь самое интересное, конечно, что происходит с водой. Потому что при таких температурах, которые я вам показывал ранее, было бы странно, если вода была холодная. Может, пацанам так показалось? Вот 37 градусов в море. То есть, это очень-очень жарко. Даже в море, если такая температура. Смотрите, пустой пляж. Реально пустой пляж. Для этого пляжа это никого здесь нет, друзья мои. И для меня это прям большое удивление, почему так происходит. В ту сторону пустота. Ну, я думаю, сверху вы уже все посмотрели, еще ощутили. Давайте знаем, как оно море. А тут местами, когда летал, видел, есть водоросли. А местами чистая водичка. Окунаем градусник. Мои дорогие, спасибо, что сегодня гуляли с нами. Спасибо, что смотрели по сторонам вместе со мной. Если есть, что добавить, обязательно пишите об этом в комментариях. Это всегда приветствуется. Потому что, чем больше вашей информации, может, где-то кушали, что-то посоветуете людям, которые думают сюда приехать или нет, то это все будет хорошо и полезно именно им. Делитесь опытом своим и не забывайте поделиться с друзьями, показать наши великолепные песчаные пляжи. Побережья у нас самая лучшая. Я говорю это без преувеличения. Если еще довести бы до ума всю инфраструктуру, там очистные сооружения, облаку мусора, то она побыла бы вообще. Курок номер один. Мы будем надеяться, что в дальнейшем будет именно так и получаться. Это, видите, ты не поверишь. 29,7. В общем, я дождался. С этого момента, когда она устаканится. Вам всем живо. Хорошего настроения. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете ваши комментарии. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok